ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня в программе. Вглядываемся в бездну. Что скрывает глубина? Это совершенно удивительная находка. Такое сокровище мы решили держать в секрете. Пан или пропал? Ради чего дайверы готовы рискнуть жизнью? Много дайверов погибли здесь. У этого места плохая репутация. Затерялись в пространстве. Куда на самом деле ушли индейцы майя? Майя в прямом смысле переместилась в параллельные миры. Физика воды. Чем черные дыры похожи на водовороты? Воронка обладает способностью засасывать. Сто одежек и все без застежек. Где дно черной дыры? И долгое время считалось, что за ним ничего не находится. Также вы узнаете, как обезьяна сумела укротить дракона, что бросали в колодец мертвых и зачем дайверы решают задачи под водой. Самая большая голубая дыра найдена у берегов Мексики. Называется она Там-Джа. Океанологи не могут точно измерить ее глубину. Все время что-то мешает. То трос зацепится за камни, то аппаратура работает с помехами. Предполагают, что дыра имеет скрытую сеть искусственных туннелей и пещер. Что же скрывают голубые дыры? В 2001 году мексиканский рыбак отправился ловить рыбу в Четумальском заливе. Он начал преследовать красного морского окуня, как вдруг тот резко исчез в бездонной подводной яме. Воронка оказалась огромной, 150 метров в диаметре. На протяжении 20 лет рыбаки избегали этого места так, как верили. Оно может быть опасным. И в 2021 году сын рыбака-первооткрывателя Хисус Потт обратился к мексиканским океанологам с просьбой определить, что же скрывается на дне таинственной воронки. Я почувствовал себя пиратом Карибского моря, который обнаружил сокровище. Это совершенно удивительная находка. Такое сокровище мы решили держать в секрете, пока сами не исследуем. Однако исследование не задалось. Трос, который опустили в дыру, за что-то зацепился и не достиг дна. Тогда решили применить эхолот. Прибор, который одновременно измеряет температуру, проводимость воды и глубину при помощи звуковых волн. Удивлению ученых не было предела. Волны звука не отразились от дна. Морская бездна просто поглотила их на глубине 274 метра. Когда ученые поняли, что их технологии бессильны, они приостановили исследование на два года. В декабре 2023 года океанологи вновь решили измерить глубину. На этот раз они пустили многопараметрический зонд. Каково же было их удивление, когда и он не достиг дна. Более того, ученые обнаружили, что дыра уходит в сторону в недру Земли. Она, наверное, крупнейшая. По крайней мере, точную глубину пока не могут назвать. Ну, считается, что там порядка 420 метров. Ранее самой глубокой голубой дырой считалась дыра дракона, расположенная в акватории Парасельских островов. Ее глубина составляет 300 метров. На втором месте голубая дыра Дина рядом с Багамскими островами. Ее глубина 200 метров. На третьем месте голубая дыра в Дахабе – 130 метров. Удивительно. Температура и соленость воды в Таамджа резко меняются и становятся аналогичны значениям вод Карибского моря, а не Чатумальского залива, которым голубая дыра окружена. Возможно, Таамджа является частью большой системы подводных туннелей полуострова Юкатан. Он лежит на этой известковой платформе, и там эти сеноты и голубые дыры в большом количестве. Отличают от голубых дыр тем, что сенот – та же карстовая пещера с отверстием наверху, но она не затоплена океаном, то есть она находится на суше. На полуострове Юкатан нет крупных рек и озер. Они заболочены. Поэтому дождевая вода проходит фильтрацию через грунт и по подземным рекам попадает в сеноты. На языке майя – это колодец. Сверху колодца – пресная вода, а на глубине – соленая. Так как пещерная система соединена с океаном. На полуострове Юкатан насчитывается более 6 тысяч сенотов. Они составляют большую сеть пещер, которые соединены между собой на глубине и пересекаются с подводными реками и океаном. Именно благодаря сенотам на полуострове выжила цивилизация майя. Это был единственный источник пресной воды. На Юкатане все крупные реки и озера находятся под землей и сообщаются между собой. Самая длинная подземная река в мире – Сококтун в Мексике достигает 215 километров и соединяет сразу две пещерные системы. Расстояние между ними составляет 181 километр. Многочисленные сеноты Юкатана являются частью этой системы и образуют кольцо сенотов. Самый знаменитый из них – колодец майя Чечен-Ица. Священный сенот или колодец смерти – это глубокий карстовый колодец в глубину примерно 60 метров. На уровне от кромки колодца до воды примерно 20 метров. Этот древний колодец был использован майя для жертвоприношения. Они считали, что там живет бог – бог воды, дождя и молний. Звали этого бога Юм-Ча. По легенде, майя тысячи лет назад наступила великая засуха. Тогда исчезли грунтовые воды, пересохли сеноты. Бог дождя Юг-Ча стал искать возможность снабдить сушу пресной водой. Он случайно приземлился в одном месте и оказался рядом с гигантской змеей, которую он решил скормить своему коню. Но змея попросила пощады. Тогда бог Чак оседлал ее. В поисках воды они добрались до моря. Змея отказалась лететь дальше. Тогда бог Чак ударил ее кнутом, и в этот момент на землю пролилась пресная вода тысячью капель. С тех пор считается, что эта змея заполняет все сеноты, вылетает к морю, ударяет своими крыльями по воде, и в этом ее главная задача и смысл ее существования. Майя верили, что сенот Чечен и Ца – это портал в мир богов. И если они не будут отдавать дань богу Чаку, который там проживает, то засуха наступит вновь. Поэтому этот сенот использовали не для добычи воды, а для человеческих жертвоприношений. Когда наступала засуха, майя бросали в колодец живых людей. И позже, когда ученые исследовали это место, было оттуда извлечено очень много человеческих отстанков, а также золота, украшений, ветоши, которая, по-видимому, была какой-то одеждой, и более крупногабаритных предметов. Около 900-го года н.э. цивилизация майя неожиданно и таинственно исчезла. Просветающие города, дворцы и пирамиды были заброшены. Историки предполагают, что индийцы майя покинули земли из-за многолетней засухи и нехватки урожая. Но куда могли деться миллионы людей, не оставив за собой следов? Считается, что цивилизация майя в прямом смысле переместилась в параллельные миры и пространства как раз через те самые Симоты и Голубые колодцы. Там находится огромное количество не просто жертвоприношений, а фактически момента при переходе этой цивилизации через эти дыры, они некоторые вещи просто не смогли с собой туда забрать. В мир мертвых предметы быта забрать нельзя. Уходя туда, миллионы человек оставили бы на дне намного больше предметов, чем сейчас находят ученые. Так может быть, Симоты и Голубые дыры – это места, где нарушаются все законы физики? В 1997 году на греческом острове Тилость произошел случай, который до сих пор жители вспоминают в Содрагане. 32-летний Иоаннос Колофидис чистил старый колодец. Сначала работа шла гладко, но через полтора часа со дна колодца стали раздаваться ужасающие крики и удары по металлу. Помощники сразу вытащили Иоанноса из колодца и обнаружили, что молодой человек превратился в дряхлого старика с длинной седой бородой. Его одежда была в ужасном состоянии, она тоже совершенно истлела. Он не мог сказать ни слова, и, к сожалению, никто не смог понять, что случилось, потому что через полтора часа Иоаннос скончался. Но существует такое поверье, что на поверхности Земли, а также в ее недрах, существуют некие входы, дыры в потусторонние миры. И, возможно, Иоаннос как раз попал в ход в параллельный мир. Вскрытие показало, что молодой грек умер от старости. Возможно, на дне колодцев, сенотов и голубых дыр время и пространство ведут себя иначе. Во время приливов и отливов голубые дыры очень опасны. В них образуются водовороты, которые буквально засасывают все, что находится рядом. Сравните модель водяной воронки и пространственно-временной, которую описывал Альберт Эйнштейн. Они имеют одинаковую форму, а хаотическое движение в пространственно-временных воронках искривляет их поверхность так, что она становится похожа на водную рябь. Воронка имеет центр, в который все устремляется, с максимальным сжатием. Водоворот обладает центром, в который устремляется вода, где тоже происходит максимальное сжатие. Туда вся материя собирается. Второе сходство. Это гравитационные тоннели, которые сопровождают и пространственно-временные воронки, и воронки водяные. Во время водоворота вода закручивается по спирали, образуя трубу. Попадая внутренне ее, предметы не падают в центр, а удерживаются по краям силами гравитации. И водяные воронки, и пространственно-временные обладают огромным энергетическим потенциалом. Водяные воронки, несмотря на то, что они кажутся, что влияют только на течение воды, они создают огромное влияние на погодные условия, то есть в целом на энергетическую часть всей биосферы, системы, в которой находятся. Это и магнитные аномалии, это и температура, это и различного рода течение давлений, то есть изменение ветра. То же самое происходит и в пространстве-временных воронках. Так, возможно, во время водоворота в голубых дырах открываются пространственно-временные порталы. И в такие моменты вся сеть карстовых подводных пещер и сенотов работает как единый механизм для перемещения в другие пространства или даже планеты. Существует теория и модель структуры вихревой вселенной Виктора Плыкина, наш соотечественный. И она объясняет причину возникновения и места возникновения черных, белых дыр, которые выполняют функцию трансформации материи в энергию, энергии в материю. Соответственно, черные и белые дыры. В соответствии с теорией доктора технических наук Виктора Плыкина, вода содержит в себе информацию о структуре вселенной, о концентрической системе в форме водоворота, способны сжимать материю и выдавать энергию. И наоборот, таким образом в пространстве возможен обмен энергии и материи. Воронка обладает способностью засасывать либо материю, либо энергию. Процесс имеет плазменную природу. То есть, благодаря взаимодействию магнитных и гравитационных сил, коротких, возникают вихри, которые замедляют движение магнетических сил и возникает потихоньку материализация чего-то, в зависимости от того, в пространстве чего находится этот клубок. Если предположить, что голубые дыры во время водоворотов это пространственно-временные воронки, через которые материя попадает в другие миры, то загадочные черные дыры в океане могут выполнять противоположную роль. В 2000 году профессор университета Кентукки и опытный дайвер-геолог Стефани Швабе впервые погрузилась в черную дыру Андерса, расположенную недалеко от Багамских островов. На глубине 19 метров Стефани наткнулась на плотный темно-фиолетовый слой и решила, что достигла дна. Однако на самом деле дно оказалось намного глубже. Черная дыра Андерса находится в труднодоступном месте. Без вертолета и специального оборудования добраться до нее невозможно. К тому же она считается закрытой зоной, куда имеет доступ лишь небольшая группа ученых. Предполагаемая глубина дыры Андерса составляет около 100 метров. Однако точно ее измерить до сих пор не удалось. На глубине 19 метров вход в пещеру заблокирован метровым слоем желеобразных токсичных бактерий. Он очень вредный и очень ядовитый. И долгое время считалось, что за ним ничего не находится. Но Штефи Швабе нырнула глубже. Она прошла этот страшный метровый слой из бактерий. И, к ее удивлению, там находился совершенно голубой и просрачный слой воды. Дальше находился еще один слой какой-то желеобразной субстанции, тоже состоящей из бактерий. Уровень сероводорода в черной дыре Андерса опасен для живых организмов. По мнению ученых, черная дыра не сообщается с мировым океаном и не имеет классических пещерных ответвлений. Когда вода застаивается, в нижних слоях, у которых отсутствует связь с атмосферой, кислород, скажем так, выедается. И все живое без кислорода у нас умирает. За исключением бактерий, которые способны из сульфатов доставать вот эти вот атомы кислорода. Ученые утверждают, что воды в дыре Андерса сохранили то состояние, каким был мировой океан 3,5 миллиарда лет назад. Эта подводная пещера в буквальном смысле – портал в прошлое. Эта дыра может рассказать нам, на что похожа жизнь на других планетах без света и кислорода, в отличие от Земли. И даже открыть нам, как мы могли бы там выжить. Но, возможно, многочисленные слои бактерий остались в океанической пещере неспроста. И они являются своеобразным щитом для нашего мира от тех энергий, которые циркулируют на дне. Если голубые дыры являются порталами и пространственным перемещением, и они связаны друг с другом, то черные дыры закрыты, защищены от людей, чтобы не было проникновения никому. По странному стечению обстоятельств, на крупнейшем острове Багамского архипелага Андерс находится американская военная база, часть которой расположена под водой. Знаменитый ученый и дайвер Роб Палмер активно занимался изучением подводных пещер вокруг Багамских островов и предполагал, что через них каким-то образом перемещаются внеземные организмы. Именно за ними наблюдают американские военные. Однако раскрыть подробности он не успел. В мае 1997 года член Королевского географического общества и опытный дайвер Роб Палмер погиб при странных обстоятельствах во время рядового погружения в Красном море рядом с Хургадой. Накануне погружения его багаж исчез, и Робу пришлось нырять с арендованным оборудованием. На глубине что-то пошло не так, и дайвер пропал. Возможно, он узнал о подводных пещерах слишком много или переоценил силы. В другом городе Египта, Дахаби, находится единственное в мире кладбище дайверов в скале рядом с голубой дырой. Одна табличка – одна жизнь. Много дайверов погибли здесь. У этого места плохая репутация. Но несмотря на это, сюда круглый год съезжаются сотни дайверов со всего мира, потому что голубая дыра в Дахаби – одна из самых легкодоступных. Она находится рядом с берегом и имеет глубину 130 метров. Погружения здесь поставлены на поток благодаря знаменитой подводной арке. Ее свод начинается на глубине 52 метров и доходит до 90 метров. К арке может спуститься дайвер, обладающий даже минимальным уровнем подготовки. Арка, она на самом деле не очень длинная. Она 26-28 метров, по-моему. Она широкая. Она после 55 метров становится 25 метров шириной. В темноте, без фонарей, тебе тяжело ориентироваться, куда ты плывешь. Ты же можешь выйти по прямой, а куда-то вправо или влево. Но почему бы не взять с собой фонарь? На глубине 70 метров освещение возвращается. На это и рассчитывает большинство дайверов. Тем самым они подписывают себе приговор. За последние 20 лет неопытность, халатные отношения к оборудованию и самоуверенность погубили здесь более 200 дайверов. Это только те, кого смогли опознать. Люди, которые идут, они не понимают, что играют с огнем. И этот огонь, он там состоит из, грубо говоря, 25 параметров. Любой из этих параметров, неправильно выбранный, ведет тебя к смерти. Инструктор по дайвингу Леонид Гаврилов уверен, у многих проблемы начинаются на этапе подбора оборудования. Новички склонны экономить на качественной экипировке и расплачиваются за это жизнью. Ведь дайвинг с профессиональным оборудованием может влететь в копеечку. Гидрокостюм стоит 80 тысяч рублей. Шлем – 4 тысячи рублей. Ботинки и ласты – 20 тысяч рублей. Компенсатор плавучести – 80 тысяч рублей. Регулятор – 100 тысяч рублей. Подводный компьютер для дайвинга – 80 тысяч рублей. Кислородный баллон – 80 тысяч рублей. Итого, базовый набор дайвера-любителя будет стоить 444 тысячи рублей. Стоимость снаряжения для профессионального глубоководного дайвинга на глубине более 50 метров доходит до миллиона рублей. На успех погружения влияют не только качество оборудования и здоровье, но даже фазы Луны. В полнолуние и новолуние течения в голубой дыре усиливаются и достигают скорости 6 километров в час. В таких случаях дайвера спасет лишь подводный скоттер. Инструктор по дайвингу Леонид Гаврилов вспоминает одно из погружений в голубую дыру в Дахабе, во время которого его коллега едва не погибла. С нами был плавал Лана, эта девушка-инструктор. Я вот что помню, что когда мы погружались, Лана от нас отошла в сторону и пошла, как бы буквально там за ласт ее там вытащила. А потом, когда на берегу мы были, Лана говорит, а я не знаю, на меня что-то накатило. Я рыбку увидел и за рыбкой плыла. Из-за парциального давления на глубине 50 метров в крови может резко подняться уровень кислорода, а это ведет к немедленному параличу мозга и смерти. На дне голубой дыры в Дахабе до сих пор покоятся десятки дайверов, погружение которых закончилось трагически. Не поднимают их по разным причинам. Например, родственники Барбары Диллинджер, которые уже более 20 лет находятся на глубине 117 метров, сочли лучшим местом ее упокоения море. Однако зачастую дело в том, что подъем тела с большой глубины слишком дорогостоящий. Все это очень дорого, потому что это гораздо даже дороже, чем у космонавтов. И это требует расходов и на команду, и на технику, и на страховку, и на лодку. Доходит это до 250 тысяч. Это можно любую цифру, честно говоря, сейчас назвать. Но, возможно, многочисленные смерти здесь не случайны. Египтяне связывают их с духом дочери местного Эмира, которая трагически погибла в этих глубинах. Когда Эмир отправлялся завоевывать новые земли, то дочь его занималась прелюбодеянием с юношами. И потом, чтобы они не рассказали, что у них там происходило, она бросала этих юношей в эту голубую дыру, и они там погибали. Но Эмир узнал о деяниях своей дочери. Он разгневался и в наказание приказал ее саму бросить в голубую дыру в Дахабе. Когда совершалась казнь, дочь начала кричать, что любой, кто прикоснется к этой воде, больше из нее не выйдет. Некоторые дайверы утверждают, что видели дух погибшей девушки в расщелинах голубой дыры. В начале 2000-х профессиональные аквалангисты Ален Марсо и Пол Тюман приехали в Дахаб из Франции, однако вернуться на родину удалось только Полу. При погружении на глубину 100 метров дайверы заметили странное существо. Сначала они решили, что это огромная рыба. Однако, подсветив объект лучше, мужчины увидели очертания обнаженной девушки. И когда Ален Марсо заметил, что Пол Тюман был очарован некой русалкой, он испытал ужас после того, как это существо напало на Пола Тюмана и утащило внизы. Ален Марсо просто начал экстренно подниматься наверх, испытывая жуткий панический страх. Естественно, спасатели не поверили, что дайверы видели неизвестную девушку без скафандра на большой глубине. При глубоководных погружениях профессиональные водолазы используют особую смесь, не вызывающую наркотического опьянения. Начались поиски Пола Тюмана, но не было обнаружено его тело. Удалось обнаружить только его часть скафандра, которая была изодрана когтистыми практически конечностями. Рыбы бы так не смогли сделать. И, конечно, расследование зашло просто в тупик. Но, возможно, дело не в проклятии дочери Эмира. В условиях слабой освещенности дайверы вполне могли принять за очертания девушки неизвестный вид морского животного. Зверь голубой дыры или лузка. Так называют огромного осьминога, которого видели рыбаки и дайверы в глубинах голубой дыры неподалеку от острова Лонг-Айленд на Багамах. Говорят, что размеры осьминога достигают 60 метров, а острые зубы и щупальца внушают страх местным рыбакам и дайверам. Что это? Массовое помешательство? Или в подводной пещере действительно обитает монстр? В 2005 году произошло одно из самых известных нападений огромного кальмара. Потерпевший занимался дайвингом в дыре Дина и снимал происходящее на камеру. Внезапно он наткнулся на огромное существо с длинными щупальцами, которое пыталось утащить его на дно. Мужчине чудом удалось отбиться с помощью химического светильника, однако камеру спасти не получилось. Если верить его описанию, вход в дыру Дина напоминает горлышко бутылки, а затем резко расширяется. На глубине там находятся различные пещеры и туннели, и начинается своеобразный внутренний водоворот, в который могут засосать и дайвера, и вещи, которые попадают в эту дыру. Местные жители считают, что на дне этой глубокой дыры живет чудовище, которое вдыхает и выдыхает, тем самым создавая эти водяные вихри, из-за которого и гибнут люди. И действительно, дыра будто бы дышит. По описаниям, обитатель дыры Дина очень напоминает уже известный биологам вид гигантского кальмара Архитеутиса. Впервые его останки обнаружили члены французского судна «Алектон» в ноябре 1861 года в районе Канарских островов. С тех пор начались активные поиски подводных гигантов. Длина гигантского кальмара составляет примерно 16 метров, но она варьируется, разные очевидцы этих животных все время рассказывают разное. И видели кальмаров даже длиной и более 20 метров. Вполне возможно, что аномальные условия голубых дыр являются надежным домом для новых видов гигантских организмов. Биологи полагают, что низкая температура и высокое давление приводят к способности подводных существ расти на протяжении всей жизни. Однако странный факт. Гигантские животные выбрасываются на берег с очевидной периодичностью. Дело в том, что раз в 90 лет происходит такое событие, когда гигантские животные, гигантские кальмары выбрасываются на сушу и погибают. Ученые связывают это с тем, что вода меняет свои свойства и заставляет животных совершать какие-то непредвиденные ужасные поступки. Эзотерики утверждают, что раз в 90 лет в голубых дырах могут появляться пространственно-временные воронки. Возможно, дезориентация после перемещения в пространстве и заставляет гигантских кальмаров путать направление движения и выбрасываться на берег. Возможно, раз в 90 лет открываются те самые порталы и пространства в этих голубых дырах, и оттуда появляются не только какие-то страшные огромные гигантских размеров кальмары, но и новые виды рыб, которые ученые открывают каждый год. Это очень похоже на демонов, на нечисть, совершенно не свойственной планете Земля. Но почему тогда Земля до сих пор не захвачена чуждыми организмами или даже гостями из других вселенных? Возможно, изменения гравитации в голубых дырах слишком кратковременны, поэтому порталы открываются и закрываются настолько быстро, что через них не может проникнуть критическое для земных обитателей и количество новых живых существ. Возникает полость, вода, устремляясь туда, создает гравитационный импульс. Поскольку в нашей Вселенной природа движения вихревая, то движение массы, устремленное вместе, в одном векторе, создает кручение. И возникает воронка. Но она будет кратковременная, потому что Земля и вообще окружающая среда, она стремится к балансу. Согласно мифологии древнего Китая, в подобную воронку в голубой дыре дракона в акватории Парасельских островов успел проникнуть царь-обезьян Суню-кун, познавший пустоту. Он захотел жить вечно. Он был настолько обеспокоен тем вопросом, что он не сможет оставаться вечно королем обезьян, что стал изучать все, что можно. Он изучил более 72 превращения в различных животных. Он научился летать. Он изучал всевозможные магические штуки и ритуалы, находил учителей. Суню-кун приобрел достаточно знаний, чтобы проникнуть к царю драконов Восточного моря и завладеть оружием, способным усмирять воды. Китайцы утверждают, что события происходили именно в голубой дыре дракона, которую обнаружили случайно в 2016 году в районе Поросильских островов в Южно-Китайском море. До сих пор дыра мало изучена. Крупные исследовательские суда не могут к ней подобраться. Бездну окружает мелководье глубиной до метра. А туристический дайвинг запрещен под предлогом напряженной военной обстановки в регионе, где находится воронка. Но, возможно, общественность еще не готова узнать, что таится в недрах дыры дракона. У разных народов такие некие сеноты, энергоколодцы, голубые дыры, любые некие пространства ведут в разные миры и в разные реальности. И каждая подобного рода дыра ведет в некое особое свое собственное пространство и время. У китайцев голубые дыры ведут в мир, населенный драконами. У племени Майя в мир богов. А дыра дина открывает вход в реальность, населенную водяными монстрами. А что если голубые дыры ведут совсем не в параллельные миры, а в те, которые находятся на Земле? Смотрите далее. Технологии будущего. Пересаживаемся на подводные батискафы. Ричард Брэнсон поддержал технологию создания глубоководного летательного аппарата Deep Flight Challenger. Не то, чем кажется, что на самом деле произошло на месте кратера Чуксулуп. Кратер Чуксулуп, который с языка Майя переводится как демон клещей, не дает ученым покоя уже много-много лет. Друзья или враги? Противостояние двух миллиардеров. Илон настоящий достигатор. Он и его команда сделали невероятные вещи. Пристегните ремни. О каком метро вы не догадываетесь? Возможно, это метро древних цивилизаций, которые пользовались данной технологией. Быстро едешь, дальше будешь. Как безопасно разгоняться до 240 километров в час? Я думаю, самое замечательное в тоннелях – это то, что нет предела тому, насколько глубоко ты можешь проникнуть. Также вы узнаете, что нашел Ричард Брэнсон на дне голубой дыры в Белизе, откуда в Мексиканском заливе голубое свечение и как индийцы майя могли узнать о египтянах. В 2018 году эпатажный британский миллиардер Ричард Брэнсон объявил о намерении сделать 30% территории Мирового океана заповедными зонами. Это значит, что вход в эти зоны будет строго контролироваться. Миллиардер объясняет свой проект «Забота о природе». Но так ли это? В 1986 году миллиардер Ричард Брэнсон пересек Атлантический океан на собственном судне и установил рекорд по самому скоростному пересечению океана. На это у него ушло 3 дня, 8 часов и 31 минута. Через год он тоже попал в книгу рекордов Гиннесса, но уже на воздушном шаре. Он быстрее всех перелетел Атлантический океан, тем самым вызвав огромный ажиотаж. Но интерес бизнесмена к океанам не уменьшился. В 1991 году Ричард Брэнсон пересек Тихий океан от Японии до Канады на воздушном шаре, установив рекорд скорости – 392 км в час. А в 2004 году он проплыл пролив Ла-Манш на скоростном автомобиле амфибии за 1 час и 40 минут. После изучения океана с воздуха и тестирования технологий движения по воде, миллиардер приступил к созданию аппарата для скоростного передвижения под водой. Он сделан в виде самолета с небольшими крыльями. Конечно, там используется технология высокой прочности, для того, чтобы это устройство могло погружаться в очень большие, очень глубокие пространства воды. Корпус судна состоит из углеродного волокна и представляет собой капсулу. Прозрачный купол сделан из плавленого кварца. Аппарат может выдержать давление в 15 тысяч раз больше атмосферного. Он предназначен и для перемещения под водой, и для полетов в космосе. Эта технология называется «Конструкция глубокого полета». По сути, это основные технологии для глубокого погружения, которые сейчас находятся на передовом крае науки. Проект по созданию летающей подводной лодки был приостановлен после загадочной смерти одного из его основателей – Стива Фоссета. Миллиардер разбился на частном самолете. Ричард Брэнсон оказался ответственным за дальнейшее развитие проекта и заявил, что он будет дорабатываться, но не публично. Судя по фото, субмарина была создана и даже протестирована. Возможно, она ожидает своего часа, ведь в 2018 году миллиардер заинтересовался голубыми дырами. Его первое погружение было на дно большой голубой дыры рядом с Белизом. Брэнстон и Кусто-младший спустились на дно карстовой воронки в одной из своих экспедиций и увидели странную вещь, они увидели многочисленные следы. И по всем предположениям это могла быть либо экспедиция, которая уже отправилась туда до них, что крайне маловероятно, либо какое-то животное. Ученые заметили многочисленных моллюсков, лежащих на дне, и сделали вывод, что упавшие на дно дыры моллюски прочертили эти следы в попытках найти место с кислородом. Но посмотрите, дно вовсе не усеяно мертвыми моллюсками. За время существования пещеры погибших организмов здесь должно быть намного больше. Возможно, часть моллюсков нашла выход через тоннели, расположенные на дне пещеры. Интересно, что в 2018 году совпали два события. Ричард Брэнсон публично погрузился на дно голубой дыры, а Илон Маск официально представил новую технологию передвижения под землей – скоростные тоннели. Возможно, эти события не случайны, так как ни для кого не секрет, что Брэнсона и Маска связывают дружеские и деловые отношения. Илон – настоящий достигатор. Он и его команда сделали невероятные вещи. Он фантастический. В штате Нью-Мехико компания Ричарда Брэнсона по развитию космических технологий построила собственный космопорт. Именно он является стартовой площадкой космических аппаратов частных компаний, в том числе и детище Илона Маска. Возможно, их сотрудничество намного шире, чем думает общественность. Илон Маск он не просто так занялся строительством тоннелей. И он это делал очень активно. Проект его, как он говорит, связан с тем, чтобы освоить технологию, которая поможет строить тоннели на Марсе или на любой другой планете. Я думаю, что он поступает стратегически. То есть он готовит почву и, возможно, ведет какую-то вторичную или троичную работу как бы под завесом тайны. В 2018 году на презентации подземных тоннелей Илон Маск заявил, что они создаются для устранения автомобильных пробок. Первые два километра он построил под пригородом Лос-Анджелеса. На это ушло два года и 10 миллионов долларов. По заявлению создателя, когда проект будет доработан, автомобили смогут двигаться внутри со скоростью более 240 километров в час. Чтобы достичь такой скорости, автомобили надо оборудовать специальными направляющими колесами, которые будут контролировать движение транспорта по туннелю. На его противоборствующую сторону его деятельности встали обычные люди. Они побоялись, что 10-километровые тоннели под землей, которые, безусловно, должны были стать помощью в объезде пробок, то есть это метро для автомобилей, они побоялись, что из-за этих тоннелей просто обвалятся их дома. Поэтому продолжать строительство тоннелей Маск решил под Лас-Вегасом на землях частных инвесторов. Но эксперты подозревают, что на самом деле эти технологии предназначены для использования в космическом и подводном пространстве, а возможно именно в голубых дырах. Ведь тоннели, которые находятся в подводных пещерах, очень напоминают подводное метро. Голубая воронка Таам-Джа находится рядом с кратером Чикшулуп. По мнению ученых, 65 миллионов лет назад сюда упал астероид, убивший динозавров. Кратер окружает кольцо сенотов и голубых дыр. Некоторые геологи полагают, что они образовались из-за метеоритной бомбардировки. Именно поэтому обрушились известняковые породы, образовав голубые дыры. Кратер Чикшулуп находится частично на суше, частично в воде. Его диаметр составляет 180 километров. Удивительно, но сверху заметить кратер крайне сложно. Его местонахождение смогли определить только благодаря кольцу сенотов, образующих круг. Кратер Чикшулуп, который с языка мая переводится как демон клещей, не дает ученым покоя уже много-много лет. Ученые утверждают, что на Землю упал метеорит диаметром 10 километров. Но посмотрите на большую голубую дыру или дыру Таамджа. Под водой вы увидите ровный круг, будто созданный искусственным путем. Если мы что-нибудь, грубо говоря, взорвем, да, образуется воронка. Вот, но она, именно воронка, она не будет похожа на колодец. Вот, а там именно такой вертикальный колодец. Подозрительным является и то, что недалеко от кратера находится и знаменитый Бермудский треугольник. Причем на его дне тоже есть дыры, образующие водяные воронки. Это углубление разной глубины диаметром примерно 15 метров малоизученное. Дело в том, что считается, что многие катастрофы, которые происходят в Бермудском треугольнике, могут быть последствием того, что происходит в этих синих дырах. А именно, там находится огромное количество сводов, пещер, всевозможных переходов, которые создают сильную циркуляцию воды. Группа исследователей погружалась к синим дырам Бермудских островов. И каково было их изумление, когда на дне они обнаружили другие дыры, ведущие вниз. Подплывать к ним оказалось опасно. Отверстия всасывали окружающие предметы с удивительной силой. Физики из швейцарской высшей школы Цюриха сделали математическую формулу, описывающую работы воронки, которые находятся в Бермудском треугольнике. И удивлением их стал тот факт, что они обнаружили, что существует мертвая зона, в которой материальные предметы могут находиться бесконечно долго. Подобные зоны существуют и в космосе. Они образуются в результате сложения двух вихрей, которые создают гравитационное ядро. Оно начинает притягивать то, что находится рядом с воронкой. В зависимости от того, какие вокруг этой воронки находятся другие объекты, например, другие звезды или течения, если мы рассматриваем воду, то у них тоже имеются свои магнетические силы, которые создают на определенном уровне расположение по отношению к гравитационному ядру воронки. Именно вот эти мертвые зоны. Эксперты предполагают, что если мы поймем, с какими силами нужно входить в гравитационное поле воронки и с какими химическими элементами, то сможем управлять воронкой и даже передвигаться, направляя ее движение. Мы сможем формировать ее поле и создавать эти зоны, в которых может находиться бесконечно долго существо или же материя. Возможно, голубые дыры это рукотворные тоннели, созданные по неизвестным технологиям. Но кто их соорудил и для чего они служили? Смотрите далее. Быстро едешь, дальше будешь. Как безопасно разгоняться до 240 километров в час? Я думаю, самое замечательное в туннелях это то, что нет предела тому, насколько глубоко ты можешь проникнуть. Глухо, как в танке. Почему в Мексиканском заливе тонут суда? Было обнаружено три странных 30-метровых объекта металлических. Обвели вокруг пальца, над чем работают известные миллиардеры. Фактически начинают развивать древние технологии, но под современным соусом. Дело в шляпе. Как покорить гравитацию? Мы можем здесь создать такие технологические материалы, которые выдержат это сжатие. Также вы узнаете, кто построил древнее подводное метро, кого индийцы майя принимали за богов и что показывает карта голубых дыр. В апреле 2024 года член экипажа исследовательского судна запечатлел на видео странное голубое свечение, исходящее из недр Мексиканского залива. Свет был неподвижный, без очертаний и структур. Установленный на судне гидролокатор не обнаружил под водой никаких материальных предметов. Откуда взялось это свечение? И как оно может быть связано с кратером Чикшулуп и голубой дырой Таамджа? Природа синего свечения не изучена. Однако именно в Мексиканском заливе с 1999 года пропадают подводные суда, а аппараты регистрируют огромные залежи непонятного металла. Возможно, свечение производят объекты, которые находятся на дне. Возможно, кратер Чикшулуп на полуострове Юкартан является не местом падения метеорита многие миллионы лет назад, но является местом падения древнего космического корабля, с которого и сошла та древняя цивилизация, которая принесла новый технологический виток на планету Земля. Вероятно, древняя цивилизация и построила подводные тоннели в виде голубых дыр и сенотов для быстрого передвижения под водой, а воронки, которые образуются в тоннелях, часть механизма, который способствует ускорению движения гипотетических аппаратов. Возможно, это древнее метро древних цивилизаций, которые пользовались данными технологиями, которые сейчас вышли из строя и работают время от времени. Ты можешь вернуть где-нибудь в Мексике в голубую дыру Тамжа, а выйти в голубую дыру дракона в Китае. Вполне возможно, именно это открытие сделал Ричард Брэнсон, когда изучал океаны с высоты птичьего полета и погружался на дно голубой дыры. Посмотрите, как удобно с точки зрения логистики располагаются самые известные голубые дыры. Великая голубая дыра в Белизе, Тамжа и голубая дыра Дина расположены сравнительно недалеко друг от друга рядом с кратером Чекшолок. Именно с них, скорее всего, и началось строительство подводного метро. Голубая дыра в Египте и дыра дракона в районе Парасельских островов находятся в точках расцвета древних культур, соединяя Африку и Азию. Через голубые дыры было удобно строить торговые и туристические маршруты. Тогда неудивительно, что Илон Маск занимается созданием скоростных подземных тоннелей. Бизнесмены пытаются выяснить, каким образом туннели в голубых дырах могут работать и перемещать транспортные средства. Тот, кто сможет восстановить эти технологии, поменяет экономическую и транспортную системы во всем мире. Я думаю, самое замечательное в туннелях это то, что нет предела тому, насколько глубоко ты можешь проникнуть. Они устойчивы к атмосферным воздействиям. Туннели не восприимчивы к погодным условиям. Неважно, торнадо или ледяной шторм на улице. Если ты находишься в туннеле, ты в полной безопасности. Пока Илон Маск занимается развитием скоростных тоннелей, Ричард Брэнсон создает подводный аппарат, который позволит ему погружаться в голубые дыры. Если воронки обладают гравитационным полем, то у человечества есть шансы создать субмарину для перемещений между континентами. Мы должны иметь ту материю, которая будет устойчива к тем гравитационным аномалиям, которые созданы. Если это гравитационная аномалия в пространстве нашей планеты, то мы можем здесь создать такие технологические материалы, которые выдержат это сжатие. И мы сможем создать те поля, которые создадут баланс внутри этого летательного аппарата, который выдержит. Представьте, если бы индейц Майя нырнул в головую дыру Таамджа, а вынурнул в подводной пещере в Древнем Египте. Увидев саркофаги, древние статуи, пирамиды и сфинкса, он бы описывал его не иначе, как царство мертвых. В данный момент древнее метро вероятнее всего заброшено и является домом для глубоководных организмов. Из-за того, что данные голубые порталы являются сосредоточением энергии и могут просто мутировать те организмы, которые попадают в эти голубые дыры, и поэтому время от времени из этих голубых световых потоков просто могут выплывать разного рода морские гады, которые и кошмарят многих моряков или глубоководных исследователей. Очевидно, Ричард Брэнсон и Илон Маск еще не смогли разгадать принцип работы древнего подводного метро, но исследования в этом направлении продолжаются. И возможно в ближайшие десятилетия мы станем свидетелями появления инновационного способа межконтинентального подводного перемещения. В 2020 году ученые обнаружили в Атлантическом океане подобие черной дыры размерами с современный мегаполис. У этой дыры такое же гравитационное притяжение, как и дыры в космосе. Разница в том, что космические черные дыры не выпускают свет, а Атлантический водяной вихрь не выпускают в воду. Поэтому состав воды в гигантском водовороте может отличаться от океана вокруг него. Верить ли во все, что вы сегодня узнали, решать вам. Смотрите нас по будням в 17.00. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры